Герой следующего сюжета Рустам Гамзаев. Опытный строитель, муж и отец троих детей. Авария двухгодовалой давности стала для мужчины роковой. Теперь он не может ходить и еле передвигается. О строительстве новых объектов он еще долго не сможет думать. Ума Ибрагимова встретилась с ним и его семьей. Такие шрамы большие, это были шрамы, это образовались, они до костей. Рустам Гамзаев рассказывает лишь о небольших повреждениях. Мужчина не может ходить. Открытый перелом бедра, перелом позвонка и полное нарушение проводимости спинного мозга. Такой диагноз поставили Рустаму врачи. У меня даже пальцы не двигались, вот так они были. Потихоньку-потихоньку начали двигаться, потом, ну, эти так полностью не выравниваются еще. Ну, уже держат хлеб, кушают самостоятельно, что-то уже могу пить, воду. В прошлом году Рустам Гамзаев попал в тяжелую аварию. Был в гостях у брата в Черкее. Возвращаясь домой на машине, не справился с управлением. О случившемся помнит плохо. Лишь состояние попутчиков. Единственное, что до сих пор в голове, вот, крики вот этих женщин, которые были со мной, вот эти, как-то в голове бывают эти моменты. А как это случилось, не могу вспомнить. Или откручивался, или что, я не знаю. Жена Рустама Рукиад уже долгое время не работает, следит за состоянием мужа и практически никуда не выбирается. На работу выходить не получается, и постоянно перед ним надо ухаживать, вот так быть. Трудно было, очень сейчас тоже нелегко жить в чужой квартире, вот так все время за ним тоже ухаживать и работать тоже. В семье трое детей. Из-за тяжелого финансового положения Рукиад отправляет дочь учиться к матери в Унцикольский район. Туда же планирует отправить и сына. У него авария случилась, я его хотела здесь отправить. После этого я туда к маме отправила, за то, что мне тоже за ним ухаживать, посмотреть. И его в школу отвезти, забрать, это тоже все равно. После аварии семья сменила множество квартир. Искали подходящий вариант. Сложность заключалась в коляске для Рустама. Ровно семь месяцев назад семья Гамзаевых переехала в этот дом. Мера была вынужденная. В частном доме Рукиад намного легче выводить мужа на свежий воздух. Магмед Расулу 9 лет. Учится во втором классе и пытается не давать отцу скучать. Делится успехами в школе. Я скажу, чтобы он встал и с нами погулял. Чтобы он выздоровел, да? Да, чтобы он выздоровел и встал. Пошел уже второй год после страшной аварии. Рустам и его семья надеются на помощь людей, чтобы пройти дорогостоящие реабилитационные процедуры. Врачи дают шанс Рустаму в свои 40 лет вернуться к здоровой и полноценной жизни. Умай Бригимов, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.